приветствую всех настоящих ценителей бокса только что посмотрел бой бахадира джалолова против камила соколовский и хочу с вами поделиться впечатлениями а также разберем поединок технически и сделаем из него весьма интересные выводы парни если вы просто хотите посмотреть сам бой от начала и до конца то такая возможность есть он уже размещен в одном хорошем телеграм-канале ссылку на который я оставлю в первом закрепленном комментарии прямо под этим видео проходите туда подписывайтесь и смотрите поединок теперь кто такой камил соколовский кто такой бахадир джалолов камил соколовский польский супер тяжеловес у него уже довольно много поражений но в то же время он прочный он держит обычно руки на месте много двигается и пытается в боях выживать бахадир джалолов из узбекистана 27 лет и у него есть три качества первое он высокий второе он бьющий и третье к тому же он левша что еще больше осложняет ситуацию теперь что мы увидели в ринге соответственно поляк он вышел сразу руки на месте пытается не пропускать бахадир издалека используя свой рост раздергивал его и ловит на удар во втором раунде первый раз попал сначала не очень сильно больше мне кажется эффект внезапности сыграл и камил соколовский упал рефери мой читал он поднялся продолжили они поединок опять же бахадир выцеливает еще этот момент и в пятом раунде несколько раз попал акцентированно поляк еще раз упал рефери отсчитал ему и остановил поединок и вот тут мы переходим к выводам первый вывод локальный многие говорят что остановка была преждевременная и да в какой-то степени если строго судить мы видим что камил соколовский он даже попрыгал то есть он мог продолжить бой вы правы это так но с другой стороны на мой взгляд очень важно заботиться о здоровье боксера вы понимаете они супер тяжи и бахадир он бьет по сути как поезд вообще едет то есть он именно маску на вколачивает и вот каждый такой удар он может сказаться на здоровье поэтому на мой взгляд если в поединке примерно все уже понятно произошел перелом уже ясно кто победитель а кто проигравший то конечно нам зрителям как гладиаторские бои хотелось бы посмотреть хотелось бы вот эти нокауты страшны но боксер его голова его здоровья вообще я рад за камилла соколовский что поединок был остановлен второй очень интересный момент сам бахадир после остановки заявил что он готов что он настоящий чемпион и он готов биться против усика и против джошуа он назвал их имена вслух и вот это вот самое интересное то есть смотрите что мы имеем с одной стороны бахадир заявляет что чемпион что он сильный что он уже готов бить усика уже готов бить джошуа и он хочет с ними сразиться а с другой стороны нынешний его противник камил соколовский он фактически был довольно слабый и в комментариях очень многие даже камила соколовский назвали мешком и соответственно бахадира они назвали мешкобоем как это понимать где правда я сейчас свое субъективное мнение расскажу на мой взгляд во первых может ли вот прямо сейчас бахадир сражаться с тем с кем хочет не с мешками а там супер сильными соперниками например выйти против джо джойса или против телена уайта конечно нет потому что в боксе есть система рейтингов то есть в любом случае не потому что он мешкобоем а каким бы он сильным не был он растет в рейтинге и соответственно там допустим через 3-4 боя уже будут более серьезные соперники и ну а потом может дойти до чемпионского боя это первое второе на мой взгляд все спортсмены они разные и очень важна техника очень важна база то есть кто-то он зато очень чисто под олимпийский бокс и даже это олимпийский чемпион может быть например тони йока и вот его тянут тянут время идет то есть ему соперников подбирают надеются что он еще больше окрепнет но по сути я уверен если его свести с настоящим топовым бойцом то его просто ну скорее всего снесут вот а есть спортсмены которые заведомо они вину гораздо больше готовы и вот бахадир я считаю у него огромный потенциал потому что это сочетание трех факторов уже само по себе то что высокий спортсмен и бьющий если вы сами занимались боксом или если вы плотно следите за боксом фанат бокса то вы прекрасно понимаете что когда ты ниже то это очень страшно сближаться идти под пушечные удары от высокого то есть если высокий плюс бьющий это очень опасное сочетание вот есть такой момент второй то что он не правша а он бьющий левша то есть бьющий левша у тебя бьет именно слева и этот удар от него очень трудно защититься то есть он как бы проходит между рук и получается вот этот тройной эффект то есть ты идешь на высокого ты идешь на бьющего и ты идешь еще под его левую бьющую руку на мой взгляд это сочетание реально чемпионская то есть конечно гарантии здесь никаких быть не может мы не знаем какая у бахадира держалка на самом деле он уже бывал в нокдаунах в олимпийском боксе да мы не знаем характер тоже очень важный характер я имею ввиду не смелость а спокойствие где-то эмоции свои сдержать вот такое чувство мне так кажется что бахадир довольно эмоциональный он сумел выиграть олимпийские игры у него там хватило именно самоконтроля пусть это круто ну реально круто но все как бы эти параметры важны но сама база вот эти вот три качества высокий бьющий еще и левша все это реально космос вот такие вот мысли вам спасибо что посмотрели данное видео всем добра до новых встреч тушу камеру